Итак, каким будет антикоррупционный суд в Украине и будет ли вообще? Обсудим с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Рады. Она гость подробностей недели. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что нашли время. Ирина, начну с вопроса, который задаю уже не первую неделю представителям коалиции в этой студии. Вы верите, что на следующей пленарной неделе депутаты проголосуют за антикоррупционный суд? Я думаю, что это будет в четверг, сьемого червня. Почему? Что придает вам такую уверенность? Мы уверены в том, что динамика рассмотрения поправок, которые идут, а сейчас вы видите процесс использования возможности отстоять свои поправки или не отстоять членам любой фракции для того, чтобы проговорить этот момент, что он также относится к созданию антикоррупционного суда. На 99% даю гарантию, что это будет принято 7 числа по динамике. Мы думали в вторг, но выяснилось, что даже те, которые отхилены, депутаты хотят проговорить в зале, как свою дотичность. Мы вышли на порозумение по всех, майже, питаниях. У нас осталось единственное две третих спильного решения международных экспертов и 16 представников высшей квалификационной комиссии. То есть, если будет спильное заседание по каких-то кандидатам, это будет 23 человека. Это будет спильное решение. Это будет две третих голосов. Частина международных экспертов и частина высшей квалификационной комиссии. Это будет 4,5. Право абсолютного ветра международным экспертом вы не дадите? Не будет, потому что это будет идти в разрез с Конституцией Украины, оскільки это украинский орган, оскільки Конституция Украины предпочитает участь в высшей квалификационной комиссии. Про это прямо написано в законе про суд и судоустрой, как закон на Конституции. Не могу не напомнить мнение кредиторов. Они хотят абсолютное право ветра. Я думаю, что кредиторы зрозумеют правильно понимание этого вопроса. Честно говоря, будет спильность до 4,5. Хорошо. Вы затронули тему конституционности этого решения по поводу право ветра. Но многие сейчас эксперты и политики говорят, что само создание антикоррупционного суда может быть расценено как антиконституционное. Смотрите, в Конституции Украины у нас прописано, что создание специальных судов у нас запрещено. Это, в принципе, будет специальный суд. Касательно того же ветра, его в любом виде, две трети, абсолютные ветра, его тоже, в принципе, можно обжаловать в Конституционном суде. Как быть с этими рисками? 125-та статья Конституции, перша частина, предпочитает, что могут быть створены специализованные суды. Закон про суд и судоустрой каже, что среди специализованих судов может быть створено два. Это прямо записано в законе про суд и судоустрой. Это специализованный суд по разгляду вопроса защиту интеллектуальной властности и специальный антикоррупционный суд. Власне, этим законом, который мы сейчас рассматриваем в зале, прописано его юрисдикцией. То есть, сколько на начальном этапе будет судов, какие статки Криминального кодексу, это 23 статки, какие избыточки, от которого минимум будут рассматриваться дела. Четко визначена категория посадовых осіб, ну, не пофамильно, а по посадно. Тобто, четко идет в розумении 17 статки закону про суд и судоустрой и первой частини 125 статки Конституции. Это не специальный суд, это специализованный суд. Есть признаки специализованного суда. То есть, этот момент обошли. И все эти элементы такого специализованного суда дотриманного суда. визначена процедура. Например, в законе про суд и судоустрой 25 дней собираются заявки от людей, которые хотят претендувать стать кандидатами. Три месяца происходит отбор и проверка этих данных. Потом три месяца заседает высшая квалификационная комиссия и международные эксперты. Через три месяца происходит их отбор, экзамены, они проходят на соответствующие знания. Я не буду углубляться, у нас мало минут. На все про все приблизно 9 месяцев. С момента, когда подпишется закон, я думаю, где-то приблизно через 9 месяцев он будет создан. То есть, в лучшем случае, а не раньше весны следующего. Я думаю, что это будет травень наступного года. Начнем мы с 35 судов. Если нужно будет, то высшая судовая администрация по потребам, если будет много справ, увеличить их там, соответственно, в пропорции. Ирина, сейчас... Вот смотрите, спорим мы об антикоррупционном суде уже не первый месяц. И вообще, вот сейчас в топ-повестке обсуждений политиков, да, и СМИ отечественных, в основном, борьба с коррупцией, какие-то политические вопросы, но все меньше, к сожалению, говорят о вопросах социальных. Парламенту на этой сессии хватит времени и желания решить хотя бы хоть какие-то из них. Я приведу приклады уже законов, которые рассмотрены и в другом читании. Это дополнительный статус и защит наших участников антитеррористической операции. Уже полностью сформированы и на рахунках администрации лежат деньги. С травмения месяца, я думаю, что с червня, начнется уже построение амбулаторий, закупивание соответствующей специальной техники, соответствующей для сельской медицины. Вы знаете закон про сельскую медицину, про которую мы голосовали в конце грудня. Кошты есть. Начинается вся эта работа с червня месяца. Принята несколько законов, связанных с улучшением ситуации с элементами в Украине. Приняты законы, которые дают возможность безкоштовно проходить медическую и психологическую реабилитацию участников АТО. Улучшена ситуация с социальным обеспечением внутренне перемещенных людей. Сейчас, кстати, идет разговор о том, чтобы отрывать пенсии от их статуса. В парламенте проводятся перемоги про то, что надавать им социальное житло или нет. И такие законы зареєстрованы. Как минимум, цих низков, цих восьми законов, уже принятых, и которые рассматриваются до второго читания, до конца липня, а мы будем работать до конца липня, даст возможность продолжить рассматривать этих социальных вопросов. Не забывайте про то, что президентом Украины сказано, что если мы увидим на 9 месяц работы доходной частины бюджета, может быть такая ситуация, что минимальная зарплата может быть увеличена до 4100. На выходе уже узгодженный законопроект по пенсии военнослужащим, и тем, которые сравнены нацгвардии, и тем военнослужащим, которые служили раньше. Я вам даю низку тих законов, которые уже, начиная с середины червня месяца, социальных законов будут работать. Ирина, закон это, в общем-то, хороший, главная моя ремарка последняя, чтобы на них хватило у депутатов времени. Не только часу, кошки в бюджете закладены. Как минимум, следующая неделя, я могу спрогнозировать пленарную, точно она будет посвящена большей части, наверное, все-таки еще торгам и спорам по поводу антикоррупционного суда. Но я бы все-таки заакцентировала увагу, что если этот суд будет проголосованный и створенный, то борьба с коррупцией даст возможность сэкономить набагато больше коштей, а тогда наши социальные вопросы можно будет решать больше полно. Поэтому это очень взаимоповязанные вещи. Будем надеяться, что тогда ух, да заживем наконец-то. Спасибо вам за этот разговор. Ирина Луценко, представитель президента в парламенте, отвечала на мои вопросы, говорили о создании антикоррупционного суда и его перспективах. Спасибо, Ирина, что нашли время.